Это какое-то, какое-то другое, какое-то другое слово, какое-то не нужно, да? Ну, репетиция, слово, если я не ошибаюсь, французское слово, repeat. Да, 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 это вот это. Да, есть, мне больше нравится слово проба. Да, когда есть эта полу-немецкая такая, вот, да, даже комната где-то происходит, она называется не именно проба, проба, проба. И мне кажется, это правильное очень слово, потому что репетиция, конечно, это не повторение, а это всегда поиск, и поиск нового. И для того, чтобы, ну как, понимаете, ну как сказать, да, конечно, нужно создать атмосферу абсолютного доверия и абсолютной свободы. Конечно, нужно сделать так, чтобы никто никого не боялся. И, ну, только невозможно сказать, не бойся меня, и человек не боялся, так сделать не получается. Значит, для этого нужны какие-то очень хитрые, хитрые, тонкие вещи. Может быть, вообще, там, несколько раз, например, у меня никогда не было первого. Первая репетиция – читка. Это страшно. Поэтому я всегда это отменяю, а всегда начинаю со второй. Я никогда не читаю пьесы, вот когда актеры будут такие, я это не делаю, я это не понимаю, мне это неинтересно. Если мне нужно что-то понять, я могу вызвать каких-то двух людей и попросить их что-то почитать, поменять. Во-первых, у меня все меняются всегда ролями. Я всех меняю всегда. Мужчины, женщины, старые, молодые – это не имеет никакого значения. Вообще, в театре это не имеет никакого значения вообще.